Всем привет, это канал Частер, меня зовут Кирилл, и здесь мы говорим о часах. Сегодня у нас на обзоре, без преувеличения, одна из самых популярных моделей Casio AE-1200 WHD-1A. Конечно, дизайн узнаваемый уже многими, и по внешнему виду может показаться, что модель с нами с 80-х, ну как минимум с 90-х, но на самом деле нет, релиз произошел в 2012 году, то есть модели нет и 10 лет, при этом она уже снискала большую популярность не только среди любителей Casio, но и в принципе среди любителей часов. Но, к сожалению, внешний вид немного обманчив, кажется, что корпус из нержавеющей стали на самом деле нет, корпус пластиковый, сверху просто такое серое покрытие под сталь, две кнопки слева, две справа, и корпус выполнен в форме прямоугольника, скорее, что подчеркивает и дополнительно черный ободок над ним. Задняя крышка выполнена из нержавеющей стали, на ней информация о модуле, о водонепроницаемости и о стране производства. 10 атмосфер, значит в часах можно даже плавать. Стекло пластиковое, плоское, при этом в уровень с корпусом, не выпирает, но тем не менее оно не защищено от царапин, поэтому здесь будьте аккуратны. Ну а под стеклом мы видим четыре цифровых экрана, много информации может показаться на первый взгляд, на самом деле тут все предельно понятно, основной экран это нижний, здесь мы видим текущее время, день недели, месяц и число. Верхний левый экран, здесь дублируется время основное, верхний самый продолговатый экран, здесь будут отображаться режимы, режим выключенного звука кнопок и режимы будильника. Да, сразу могу сказать, что в этих часах можно отключить звук нажатия кнопок, а вот этот экран с карты мира показывает ваш текущий часовой пояс. На самом деле эти часы мультитайм, здесь мы можем увидеть одновременно четыре часовых пояса, особенно эта функция проездного путешественникам и тем, кто часто перемещается между часовыми поясами. Основной пояс у нас Москва, MOW и также доступны второй пояс, здесь установлен Нью-Йорк, третий Лондон, четвертый Париж, но это по умолчанию установлены пояса, мы их можем установить абсолютно какие нам заблагорассудится. При этом в часах помимо этого еще есть ряд функций, мировое время, здесь можем посмотреть время вообще в любом часовом поясе. Далее функция будильника, можем установить пять будильников, собственно можно было об этом и догадаться, только лишь взглянув на эту надпись, пять будильников, при этом можно здесь еще установить почасовой звуковой сигнал. Далее функция таймера, здесь особое внимание, обычно таймеры в Casio подразумевают точность измерения 1 секунда и предел измерения от 1 минуты до 24 часов. Здесь же таймер выделился из общего ряда, точность измерения 1 десятая секунды и измерения можно делать от 1 секунды до 24 часов. Не знаю, кто будет выставлять обратный отсчет на одну секунду, но вот здесь обращаю ваше внимание на такие интересные особенности этой модели. Далее секундомер, тут все стандартно, точность 1 сотая и до 24 часов измерения. Подробнее о всех функциях, а также о настройке этих часов, вы можете посмотреть в отдельном моем ролике по подсказке, или же в ссылке в описании к этому видео. Под циферблатом модуль 3299, точность хода плюс-минус 30 секунд в месяц и питается он батарейки CR2025. Примерный срок службы ее рассчитан на 10 лет, об этом мы тоже могли догадаться, судя по этой надписи. На самом деле да, если вы не так часто используете, не злоупотребляйте, так сказать, функциями часов, будильником, например, секундомером и особенно, если вы не злоупотребляете подсветкой, то батарейка может вам прослужить до 10 лет. Подсветка здесь, кстати, светодиодная, активируется на правую верхнюю кнопку и два светодиода внизу загораются, подсвечивая наши экраны. Подсветка в темноте себя ведет прекрасно и ее хватает на то, чтобы полностью осветить все наши четыре экрана. На запястье сидят великолепно, 45 миллиметров высота корпуса, 42 ширина, небольшие габариты как раз для маленьких и средних запястьей, 12,5 толщина, часы плоские, не выпуклые, браслет здесь выполнен из нержавеющей стали, расстояние между ушками 18 миллиметров, а браслет на запястье до 21 сантиметра, застежка с фирменной надписью Casio, кнопочки фиксаторы, ну а вес часов 92 грамма, обращаю особое ваше внимание, почему-то на официальном сайте указана информация про 50 граммов, на самом деле, конечно, это не соответствует действительности. Хорошая каждодневная модель с винтажным стилем, особенно она подойдет тем, кто давно искал цифровые часы с настоящим металлическим браслетом, конечно, это не то, что у А159, у А168, у них браслет тоненький, здесь же мы видим настоящий металлический браслет, как у обычных стрелочных часов. Подводя итог, в первую очередь отмечу, конечно, практичность модели, сочетание интересного винтажного дизайна, хорошего функционала, с необычным таймером, высокий уровень водонепроницаемости и долгоиграющая батарея, все это делает данную модель отличным вариантом для покупки, прекрасным выбором, учитывая, что продается она по цене ниже 3000 рублей. По недостаткам отмечу материалы стекла и корпуса, пластиковое стекло я не люблю, вы уже, наверное, об этом знаете, а вот корпус может многим показаться со стороны стальным, но еще раз повторяю, что это пластик, поэтому здесь будьте внимательны. В целом же, кроме этих недостатков, больше не увидел в модели, поэтому выбор действительно достойный и понятно, почему эти часы стали такими популярными. В конце хотел бы узнать и ваше мнение по поводу этой модели, обязательно оставьте в комментариях под видео, также, если вам оно понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на канал, ну а на этом все, всем пока!